всем привет сегодня будет очень необычный сюжет я решил отдохнуть и заняться той работой которую безумно люблю а это значит я поехал на фото и видеосъемку не знаю что получится попробую может быть что-нибудь смонтировать может быть даже вам удастся показать а пока на всякий случай сниму тот домик на фоне которого я корячился вот наверное футажики которые делала моя супруга когда я бегал со штативом и настраивал вот это вот все вас повеселят ну а я пока покажу и расскажу дом на фоне которого все это происходило у этого дома очень давняя история хозяева наши теперь уже очень хорошие приятели мы знакомы и сотрудничаем уже очень-очень-очень много лет наверное лет 20 начиналась наша история с квартиры которую мы для них спроектировали и потом пришел заказ пришло время заниматься вот этим красавцем я покажу эскиз который у меня был первичный карандашный как это обычно я делаю и вы убедитесь что дом который построен очень похож на то что я планировал в самом начале когда делал только наброски история здесь сложный участок небольшой он почти черте города очень удивительный поселок так получилось что ребятам удалось его приобрести изначально этот участок предполагался для дома на две семьи и вот здесь остатки этой композиции здесь видны вот центральная часть должна была быть разделительной для двух семей то есть один подъезд и две квартиры фактически направо и налево вот но потом один из партнеров отдал другому возможность строить для себя лично и ну вот круто получился вот такой замечательный комплекс это совершенно не характерная для меня архитектура вы наверное уже заметили но тем не менее этот дом и этот проект говорит о том что я могу справиться и с такой задачей и наверное повторю свою любимую поговорку у архитектора нет не должно быть проблемы стиля архитектором может быть только проблема композиции если ты хороший композитор и знаешь свою профессию соответственно знаешь историю знаешь ордер знаешь правила по которым строятся все сооружением всех эпох то для тебя нет проблем да может что-то получаться лучше что-то может получаться хуже но тем не менее работать нужно уметь в любом стиле и направлении мне кажется что как раз вот этот проект говорит о том что я прав да здесь при желании можно найти много ну не косяков а скажем так а грехом хотя опять же часть из них это не проектная то что мы не смогли реализовать в стройке хотя практически все сделано так как задумывалось в том числе вот эти замечательные окошки обратите внимание это такие гнутые импосты это не накладки вот и я этими окошками горжусь вместе с партнером с которым я их делал алексей тимофеев прекрасный гениальный практически мастер который может делать вот такие роскошные вещи завидуйте но а я горжусь тем что знаком с ним и имею честь с ним работать уже тоже много 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 лет больше 20 лет ну давайте пойдем дальше посмотрим что у нас вокруг значит со временем был приобретен соседний участок на котором стояла какая-то сарайка уже не помню как она выглядела мы ее достаточно быстро удалили и рядом с главным домом мы построили гостевой дом с небольшой оранжерейкой вот там наверху видите тепличка я к ней еще поднимусь и в принципе это еще и дом для родителей вот такая скромная маленькая красота в стиле основного здания но немножко проще по архитектуре если вы обратите внимание то на свесах на карнизах у нас нет тех деталей которые мы применяли на основном доме вот сейчас попробую сделать панорамку и показать о чем я говорю видите здесь под карнизом меня просто горизонталь просто плоскость а на основном доме вон там достаточно сложная конструкция сейчас попробую вернуться и показать ближе там достаточно сложная конструкция то есть вот это гнутая кровля это композитная то есть там клееные балки в основе самой кровельной структуры и вот такие свесы сделаны кстати сказать из речки давайте попробуем крупным планом посмотреть вот это вот все это речь к то что вы видите самая простая посмотрел я это решение на самом деле в питере там довольно много зданий с такими свесами когда формируется во первых продух для вентиляции а во вторых вот получается такая достаточно красивая структура вот здесь на 2 кровля у нас свесы оформлены вот такими консольками вот это как раз то самое сомнительное решение которое я до сих пор не могу понять как было бы лучше потому что ну немножко они выглядят слишком графично да красиво но на объекте в объеме мне немножко не хватает мяса в эскизе это выглядит очень круто и в 3d а вот в жизни немножко не хватает мяса ну что делать да бывают ну скажем так не ошибки а некоторые вопросы тем не менее если бы я об этом вам не сказал наверное выбор этого и не заметили ну давайте все-таки еще раз пройдемся по участку это на самом деле городская усадьба полностью да поскольку небольшая территория находится практически в центре москвы в центре к естественно в кавычках и тем не менее все что нужно для жизни здесь есть вот этот стилобат который вы видите вот такой парапет не знаю как это еще назвать на самом деле это крыша гаража и на ней хозяйка которая очень сильно увлекается огородничеством разбила вот такой прекрасный садик но он еще не до конца развит но тем не менее а внизу под этой землей у нас стоят машины и вот вы видите на фоне красоту нашу среднерусскую стандартную лужковщину обязательно карандашик обязательно вот такого же красавца мы снесли но с этим что делать с этим ничего не поделаешь такого полно такого просто море вот а мы двигаемся вдоль гостевого домика вот это у нас окна на кухню столовую сейчас я поднимусь по лесенке на крышу гаража и покажу вам как наш замечательный домик выглядит с уровня чуть выше уровня человеческих глаз сейчас очень хорошее освещение на самом деле нужно было мне с фотоаппаратом сейчас работать потому что свет и цвет просто прекрасное но 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 у меня будет возможность приехать сюда еще несколько раз вот я просто хотел потренироваться а пока вот давайте насладимся перспективкой домик пока поселок строился пока этот участок не зарос так плотно растениями был местной достопримечательностью сюда ездили на экскурсии посмотреть как можно красиво строить современные дома тем не менее я считаю что этот дом все-таки современный хотя и в классической стилистике опять же классическая в кавычках я думаю что правильнее кэш от называть все эклектикой вот то что получилось ну не знаю если у вас есть название попробуйте придумать потому что у этого дома в пока что название имени собственного нет сейчас попробую пройти по этой красивой очень тенистой микроалейки но вот единственный минус это то что впереди совершенно зверообразный у нас опять обращу вот такой не до архитектуры чудовищной совершенно давайте отвернемся от нее будем лучше будем смотреть на красивый кирпич это прикольнее вот вот здесь у нас самая наверное узкая часть нашей территории здесь положены три метра до границы от свесокровли вот от этого свесокровли и всю эту красоту хозяева практически не видят ее наблюдают соседи вот так роскошно мы живем за шкафом обои тоже обязательно клеим потому что даже с тыльной стороны которую достаточно сложно лицезреть мы делаем такую же развитую такую хорошую и проработанную архитектуру как из главного фасада и вот здесь еще один третий тип отработки свесов на кровле вот видите такими вытянутыми консолями все это сделано из доски между прочим и отлично себя чувствует прекрасно стоит вот так что архитектора и любители архитектуры берите на заметку досочка и речка всегда могут нас выручить даже самых сложных ситуациях вот давайте идем дальше хозяйка чек очень творчески и любит вот такие всякие фокусы очень красиво висит зеркало то есть когда она об этом говорила и хотела сделать изначально я был против но потом когда увидел это в жизни понял что на самом деле прикольно ты идешь по вот такой вот затененной аллее и вдруг у тебя часть ограды оказывается вот с таким с таким окном в реальность потому что когда ты не видишь себя то ты видишь отражающиеся стену то есть такой провал рады белый вот но по моему очень клево получилось очень забавно здесь оградку тоже делали мы здесь тоже все очень просто вот если я подойду поближе то вы увидите что там за нашей декоративной речкой виднеется бетонное основание за тот забор который здесь был ну мы на него нашли просто рейку вот так в два слоя с перебивками и получилось очень экономично и очень живо с точки зрения архитектуры по моему очень круто вот что еще сказать ну вот видите как деревья стриженные липы кстати тоже подсказка липа очень хорошо стрижется у меня это еще впереди два моих деревца совсем молодые в этом году сделал просто первую санитарную стрижечку следующем году уже может быть буду как-то пытаться формировать вот здесь еще покажу прикольная тоже индейка вот видите это шпалера которая отделяет террасу которая выходит к спальне и которая заканчивается вот этим вот объемным очень ящиком бетонным правда ящиком для земли с которые растут клёны она закрывает как раз вот соседских взглядов хозяйку которая выходит утром позаниматься йогой на этой площадке про йогу я может быть и соврал она пловчиха но тем не менее на этой терраске нас бывать любит и говорит что ей безумно это нравится вот соответственно вот этот вот широкий такой столб который у нас ограничивает гараж а вот это вот окно это окно между прочим в гараж вот этот столб этот пилон он нужен такой широкий именно для того чтобы наверху иметь возможность дать достаточное количество грунта и высадить там вот такие достаточно большие деревья это клены обычные клены вот и все получилось они живут уже там много лет не 10 наверное лет 6 точно не вымерзают чувствую себя прекрасно но и как архитектурный элемент это тоже очень прикольно ландшафтники всегда таких вещей пугаются не хотят этого делать не хотят рисковать горит вымерзнет вымерзнет ну вот не вымерзает ну что я могу с этим сделать не вымерзает зато представляете какая красота там на террасе сегодня я по интерьеру ходить не буду уже сил нет я здесь под ярким слепящим солнцем проявил целый день таскал тяжеленную камеру безумно тяжелую в руках и немножечко немножко конечно подустал давайте я попробую подняться к нашей оранжерейки которая вот здесь вот здесь сейчас 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 вот здесь вот над этим дальним крылом который является на самом деле это просто сарайчик для садовой техники вот такой скромный сарайка вот и мне кажется что люди которые уважают работу свою и своих помощников тоже достойны предельного уважения это круто вот так относиться к себе к своей жизни и к своим близким потому что ну да если у тебя работают помощники тоже твои близкие люди вот поднимаемся по лесенке поднимаемся 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 и вот у нас появляется наша оранжерейка скажу честно в изначальном проекте у меня было всего совсем не так то есть я предполагал что мы оранжерею пристроим прямо вот к этой стене но конструкция оказалась нас настолько сложной и дорогостоящей что к сожалению из экономических соображений пришлось от этого отказаться поэтому здесь будут обычно простая но тем не менее очень симпатичная тепличка по моему круто даже в таком виде это очень-очень здорово а я потому что придумал тему с гнутом малированным стеклом ну как бы усложнил усложнителем чем греха тереть поэтому жизнь показалось что это можно реализовать но какова целесообразность такого решения было непонятно поэтому что я согласился конечно с хозяевами что на самом деле лучше сделать так чтобы это работало чем не сделать вообще ничего вот чуть более крупный план того что мы видим мы видим как раз боковую поверхность основной кровли этот объем над хозяйской спальней вот мы видим часть террасы видим окно большое там за кленами и вот наш наша такое огромное кашпо с кленами и внизу это окна в гараж но который сейчас гаражом не работает естественно поскольку такое помещение было сразу захвачено всякими барабанными установками спортивной снарягой и прочим то есть машина там внутри не стояла ни разу ну это обычная история на самом деле а мы с вами давайте наверное вернемся вниз очень красиво отражается на стене солнышко из чужих окон ну и вот такая красота опять же у нас вокруг да 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 вроде много у нас в стране архитекторов но почему же такая тоска рождается подчас удивительно удивительно на самом деле мой дом сделан из тех же материалов стоит наверное столько же но просто внимание к деталям позволяет делать это хорошо но вот смотрите да тоже профилюк вроде бы все просто он и не по канону но тем не менее какие-то основные элементы здесь соблюдены поэтому смотрится он хорошо в отличие от того что мы видели у соседей где нарушены все мыслимые и немыслимые архитектурные правила и материал просто переведен в пыль но опять же хозяин барин каждый строчит как хочет поэтому не мне судить хозяев по крайней мере вот архитекторов я судить могу имеем на это полное абсолютное право и это право я много-много раз доказал и себе и окружающим давайте я выйду за территорию участка заодно покажу насколько здесь зеленое прекрасно это август то есть по идее уже все должно потихонечку потихонечку должно желтеть но в этом году лето нам сделала огромнейший подарок все зеленые потому что дожди льют практически бесперерывно перемежаясь жарой вот и зелени здесь и в поселке и на нашем участке действительно очень и очень много вот да если вы обратили внимание на мой недавний выпуск про дом фрегат фрегейт хаус который выпал из поселка наполненного ну вот такими же как вот видите слева немножко красоты то вот этот домик тоже вроде как и в традиционном ключе сделан но тем не менее тоже вывалился из общей маловразумительной структуры ну наверное я буду этим скорее гордиться чем жалеть о том что так получилось потому что пусть хорошая архитектура будет мало но она должна быть что-то меня несет от усталости действительно съемочный день это очень тяжело хотя я безумно люблю этим заниматься честно скажу очень и очень люблю эту работу и одно время даже мечтал сменить профессию архитектора на профессию режиссера но не склалось но тем не менее тем не менее какие-то остаточки этого желания они все равно проскальзывают я пока иду показываю вам эту панорамку я думаю что вы со мной согласитесь домик получился очень прикольно да очень много мотивов общеизвестных здесь и шахтельская что-то проскакивает и что-то можно было бы уловить из питерской архитектуры на самом деле я бы вдохновлялся в питере образчиками северного модерна в большей степени вот но тем не менее тем не менее мне все равно кажется что получилось достаточно самобытно хотя и не по времени на сказать что этот дом построен в 21 веке сложно ну но тем не менее получилось вот такая замечательная красота ну что ж на этом наверное все достаточно короткий выпуск но надеюсь что вам понравился этот дом полюбили его так же как и люблю его я и хотя он совершенно не попадает вот в семью моих родных маленьких детей моих домиков но тем не менее это вот тоже вот такой сынок не забываем подписываться на каналчик ставим лайк и жмем колокольчик а если хотите получить информацию об этом доме то есть посмотреть внимательно фасады и узлы и детали то подписывайтесь на бусти там я выложу всю эту информацию подробно поэтому не прозевайте будет интересно